Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. Доступнее и качественнее. Минздрав Чуваши подвел итоги за прошлый год. Профессионалы будущего. Чебоксарские школьники стали призерами национального чемпионата Junior Skills. Весна пришла. В ЧГУ стартовал фестиваль студенческого творчества. Всероссийский форум «Россия. Страна возможностей» начал свою работу в Москве. Он собрал более 6 тысяч участников из различных регионов России. Туда отправилась и делегация из Чувашии. Впереди у участника форума три плодотворных дня. Подробности в сюжете у Ирины Волковой. Россия «Страна возможностей» — это открытая платформа, которая объединила 14 всероссийских проектов и конкурсов. Это и WorldSkills Russia, молодые профессионалы, Обилимпикс, профолимпиады для людей с ограниченными возможностями здоровья, конкурс управленцев «Лидеры России», «Таврида» и другие. Каждый из проектов, входящих в открытую платформу, инициированную президентом Владимиром Путиным, призван запустить систему прозрачных социальных лифтов, то есть помочь реализовать себя талантливой молодежи и профессионалам своего дела. Конкурс «Лидеры России» позволил познакомиться с очень большим количеством замечательных людей, которым не радушна наша страна, которые хотят что-то поменять в ней к лучшему. Плюс те социальные лифты, которые появились в нашей стране, что очень радует, что усиляет надежду, что наша страна на верном пути и будет развиваться. Ожидание от форума, наверное, самое главное то, что на этой площадке встречается очень много разных проектов, очень много разных людей, от школьников до управленцев, студентов, гостей из рубежа. И вот это все вместе в одном котле может, ну, по моим ожиданиям, будет очень интересно, принесет много новых знаний, новых знакомств, которые впоследствии может быть вырастут в что-то большее. Ну, главное ожидание от форума, опять же, побольше мотивации, тут новые знания какие-то. Послушать спикеров, пообщаться с людьми. Чувствуешь, когда уже с некоторыми общаемся заочно, значит, что на одной волне чувствуется. Чувствуется, что какие-то интересы похожие, общие представления к каким-то вопросам общие. Хочется просто поделиться, пообщаться, ну, посмотреть на других людей. Тут все-таки со всей России собрались люди. Сегодня у участников форума экскурсионный день. Они посещают научные центры, штаб-квартиры, музеи и театры Москвы. А завтра все соберутся здесь, на ВДНХ, и с утра начнутся мастер-классы, лекции, дискуссионные площадки. Причем их поделили по темам. Это волонтерство, лидерство, профессиональный рост и другие. В целом параллельно будут работать 35 площадок. О них мы расскажем вам завтра. Ирина Волкова, Андрей Шоклев из Москвы. До выборов остаются считанные дни. Избирательная кампания вышла на финишную прямую. На сегодняшний день в стране зарегистрировано рекордное количество общественных наблюдателей. Около 145 тысяч человек изъявили желание следить за голосованием и подсчетом бюллетеней 18 марта. Их количество может еще увеличиться. В общественных штабах кандидатов тоже продолжают регистрировать наблюдателей. Прозрачность, открытость и легитимность – основные посылы нынешней кампании. Обеспечивать ее на выборах будут наблюдатели. Они намерены следить за процедурой голосования, за подсчетом голосов избирателей, фиксировать возможные нарушения. К примеру, по три человека на каждый избирательный участок направит общественный штаб Владимира Путина. Мы на каждый избирательный участок отправляем по два наблюдателя и, конечно же, одного представителя с правом совещательного голоса. И очень рассчитываем, что все претенденты и все кандидаты и их штабы сделают то же самое, чтобы выборы состоялись, во-первых, и они были честными и открытыми, справедливыми. На протяжении месяца в муниципалитетах подводят итоги социально-экономического развития. Сегодня перед главой республики держали ответ власти самых дальних районов. О достижениях и предстоящих задачах в сюжете Дмитрия Ковалева. Мы сегодня завершаем поездки в муниципальное образование. Объехали практически все эти муниципальные образования. С учетом комплексного анализа, оценки итогов, как мы будем дальше развивать реальный сектор экономики, как будем предоставлять качественные общественные блага жителям тех или иных населенных пунктов. Такие встречи в расширенном составе помогают определить сильные стороны и болевые точки, чтобы понять, куда стремиться дальше. Для главы администрации ключевыми задачами стали ввод в оборот залежных земель, сокращение долгов за аренду имуществом, привлечение инвесторов. Для муниципалитета эта программа – минимум, которая должна принести в бюджет немалые доходы. В районе продолжают формировать комфортную среду. Только на ремонт дорог в прошлом году направили более 300 миллионов рублей. Немалую сумму в муниципалитете освоили и реализуя инициативы граждан. В муниципалитете непростая демографическая ситуация. Рождаемость за прошлый год сократилась более чем на 20%. К решению проблемы подключились медики. Мы проводим различные школы с участием православных школ. На базе ЦРБ действуют такие школы и результаты положительные. Достаточно снижения медицинских и легальных абортов до 82. Профилактика принесет свои результаты и в последующие годы, отмечает глава региона. Еще одна расширенная встреча прошла в администрации «АллатРа». В «АллатРа» улучшается бизнес-климат и это оценка предпринимателей. За прошлый год в муниципалитете было реализовано десятки инвестпроектов. Не без помощи субсидий. В «АллатРа» продолжается успешно действовать агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, которое оказывает господдержку малому бизнесу. В прошедшем году в услуге агентства воспользовалось 41 субъект малого и среднего предпринимательства. На общую сумму 21 миллион рублей. Власти «АллатРа» продолжают наводить порядок и в сфере ЖКХ. На ближайшие годы запланированы работы по замене коммуникации и модернизации систем водоотведения. Мы чувствуем сейчас, Георгий Николаевич, взялись уже свежие силы. И депутаты городского собрания поддерживают, выстраивают другие отношения с руководителями организации. К местным властям шквал вопросов. Одна из волнующих тем – строительство полигона ТБО в городе. Будет складирование этих биоотходов или просто отходов. После этого в настоящий момент будут контейнерами вывозиться непосредственно полигон. Или это город Канаш, или город Чебоксары. Михаил Игнатьев отметил, что город должен сохранить исторический облик, ведь это особенно привлекает гостей. «АллатР» известен как паломнический центр. Каждый год сюда приезжают тысячи верующих со всей страны. Глава республики посетила недавно открытую фотовыставку «АллатРской епархии». Экспозиция завоевала большую популярность среди горожан. Тот фундамент духовно-нравственных ценностей, который может быть заложен, он послужит и опорой для развития нашего государства. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, «Республика». Доступность медицины, качество лечения и кадровый потенциал. В Чебоксарах состоялось расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения Чувашии. Медики подвели итоги минувшего года и наметили задачи на 2018-й. В работе коллегии принял участие и глава республики Михаил Игнатьев. Здравоохранение у Чувашии есть чем гордиться. Главным результатом деятельности за прошедший год стал рост средней продолжительности жизни. Она достигла исторического максимума и чуточку не дотянула до 72 лет. Количество долгожителей увеличилось вдвое. Однако в то же время упала рождаемость. Родилось почти 14 тысяч детей, что на 15% меньше, чем в 2016 году. Под особым контролем показатель смертности. За последние 10 лет смертность республики снизилась на 14,3%. И только за 2017 год на 4,5%. Мы занимаем пятое место среди регионов ПФО по уровню ее снижения. Если остановиться в анализе структуры смертности населения по классным целым, то на первом месте по-прежнему остается болезнь за систему кровообращения. На втором – внешние причины, на третьем – на образование. Развитие здравоохранения напрямую зависит от финансирования. В прошлом году в медицину республики было вложено больше 17 миллиардов рублей. Это на 16% больше, чем было в 2016 году. Показатель обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью в регионе тоже растет. За последние три года открыто 11 новых современных поликлиник шаговой доступности. Построено более 150 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, особое внимание уделяется и мобильным ФАПам. Населенные пункты, где количество населения меньше 100 человек, или чуть более 100 человек живет, мы покупаем в этом году 5 мобильных ФАПов на колесах. Один ФАП стоим 6,5 миллионов рублей. Эти мобильные ФАПы должны в сутки работать практически 16-17 часов. Они не должны стоять. Они должны работать во благо жителей. Одной из основных проблем отрасли специалисты считают дефицит кадров и, как следствие, очереди в поликлиниках. Как показала жизнь, решить вопрос нехватки врачей на селе, к примеру, помогает целевое обучение студентов и программа «Земский доктор», в рамках которой медикам, которые переехали в село, выделяют полмиллиона рублей. Одна только программа «Земский доктор» позволила нам привлечь дополнительную сельскую местность 371 врача. Вот они, первые результаты. В 2017 году впервые за три года возросло численность врачей. Двигаясь в этом направлении, мы сможем снять многие напряженные моменты в медицинской организациях, включая очереди перед кабинетами, загруженность врачей и длительное ожидание медицинской помощи. Большие задачи перед медиками стоят и в этом году. Освоить предстоит значительные денежные средства по разным направлениям. Приобретение высокотехнологичного оборудования, строительство и ремонт, освоение новых методов лечения, профилактики. Только так можно будет решать три основные задачи. Доступность, качество медицинской помощи и наличие квалифицированных кадров. Рифат Фадкулин, Денис Ноздрюхин, Республика. День медицинской грамотности прошел в одной из школ столицы республики. Необычный урок провели волонтеры-медики. О том, как быть сильным и здоровым, и долгое время оставаться бодрым и энергичным, узнавали мои коллеги Татьяна Раевская и Атнер Красаков. Студентка ЧГУ Ирина Лепина несколько лет назад вступила в ряды волонтеров-медиков. Она часть большой команды, которая ежегодно помогает сотням людей. Сейчас молодые люди притворяют в жизнь свой новый проект «Дети на защите взрослых». Профилактика, которую мы ведем, именно среди детей и подростков, она очень важна. Она очень актуальна в наши дни. И поэтому мы решили создать такой проект «Дети на защите взрослых», который подразумевает, что ребенок, даже если ему 15-16 лет, он должен знать все эти признаки. Первые симптомы инсульта, что человек не может улыбнуться, он не может сказать свое имя, произнести. То есть мы у него спросим, как его зовут. Он не сможет сказать, он не может поднять руку. И те элементарные вещи, которые его должен знать тот человек. И поэтому мы решили устроить такие семинары. Так в игровой форме ребята учатся распознавать совсем не детские болезни. Легко и понятно, волонтеры-медики пропагандируют и здоровый образ жизни. Ведь именно правильное распределение времени на сон, соблюдение графика приема пищи, занятия спортом помогают оставаться бодрыми и полными сил. Мне очень понравилось. Волонтеры задавали на вопросы, мы на них отвечали. Мы тоже могли им задавать вопросы. Сегодня я узнала то, что каждый день нужно делать зарядку, питаться очень правильно, кушать пять раз в день. Волонтеры не скрывают, мотивировать ребенка очень просто. Если взрослые станут примером для подражания, дети с удовольствием подтянутся. Два чебоксарских школьника, Виталий Александров и Егор Афонин, вошли в число победителей 4-го национального чемпионата Junior Skills. С профессионалами будущего познакомилась и наша съемочная группа. Егор Афонин учится в 9-м классе 59-й школы, но уже с легкостью управляется со сверлильным станком. Его одноклассник Виталий Александров тоже без труда может сделать отверстие в будущей детали. А вот на этом стареньком токарном станке ребята учились вытачивать первые детали. Вот Егор непосредственно постоянно оставался и после уроков, доделывал все эти свои начатые изделия. А изделия были достаточно такие интересные, трудоемкие. И Виталий, это его друг, за ним тоже заинтересовался. Многие детали делал здесь в мастерской. Это было тоже достаточно так интересно ему. И начиная с 7-го класса они оба начали выступать, защищать честь нашей школы на различных городских конкурсах. Одним из таких конкурсов стал региональный чемпионат Junior Skills. В декабре Егор и Виталий стали лучшими в компетенции фрезерной работы на станках с ЧПУ. А в марте мальчики заняли третье место уже на национальном чемпионате. Мы с Егором договорились, что он делает программу, 3D модель, чертеж. Пока я уже станок настраиваю, ставлю участки, запускаю программу, измеряю. В национальном чемпионате было легче в плане командной работы. Третье место по России, да, это стимул, в принципе, двигаться дальше. Добиться таких результатов удалось благодаря хорошей школьной базе и сотрудничеству с профессиональными учебными заведениями. Чебоксарский электромеханический колледж и 59-я школа – давние партнеры. В этом техникуме мальчики готовились к соревнованиям. Практиковались на фрезерных станках и изучали построение 3D-моделей на платформе программы АДАМ. Сначала это было для нас довольно сложно, так как мы вообще не знали интерфейс этой программы. Каждый элемент для нас был нов. Мы изучали все больше новых элементов, все больше различных переходов, построений. В итоге мы дошли до того, что мы начали создавать специальные числовые коды для управления станком. В ЧМК ученики 59-й школы изучают не только токарное дело, но и другие направления. Занятия для 8- и 9-классников проходят раз в неделю на базе техникума. Сотрудничество налажено и с детским технопарком. Это очень важно. Чем раньше ребенок сядет за компьютер, чем раньше он сядет за 3D-принтом, чем раньше он познакомится и притронется к современному уже оборудованию и станкам в том числе, тем результат будет, конечно же, виден наилучшим образом. Сетевое взаимодействие уже хорошо себя зарекомендовало. Рекомендовало ей профессионалу будущего яркий тому пример. Татьяна Леонтьева, Денис Ноздрюхин, Республика. Следственный комитет ФСБ России по Чувашской Республике выявили нарушение при строительстве нового следственного изолятора в Чебоксарах. По версии следствия, представители компании-подрядчика и должностные лица, которые курировали строительство, вступили в сговор и без согласования с заказчиком организовали поставку оборудования, которое по своим техническим характеристикам не соответствует проекту. В частности, в СИЗО были установлены не те лифты, медицинское оборудование, рентген и горелки для котельной, а дымовая труба была необоснованно оплачена дважды. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на общую сумму свыше 7 миллионов 600 тысяч рублей. Обвиняемые во всем признались. Дело передано в суд. Яркое солнце, ослепительно белый снег и лыжня. Жители Цивильского района отметили начало весны по-спортивному. Третий год подряд в Цивильском районе проводится соревнование «Хорнварская лыжня». Ежегодно гонку посвящают представительницам прекрасного пола. Изюминка этих стартов – эстафета на охотничьих лыжах. Самыми быстрыми здесь оказалась сборная деревни Толбай-Косы. Традицию мы начали в хорнварах. С людьми в своей деревне собрались. Один прекрасный день. И решили посоревноваться. А теперь у нас начинается почти как будто район соревнования. Мы радуемся, что люди собираются, школьники приезжают. Самым маленьким участникам пришлось преодолеть дистанцию в 300 метров. Быстрее всех ее прошли девочки Вика Почтарева и Кира Шульдякова. Среди школьников постарше, на дистанции 1 километр, лучшее время показали Мария Савельева и Илья Андреев. Взрослые лыжники проходили уже 3 километра. Проигравших не было. Очень приятно, конечно. И народ очень доволен. Все выходят. Каждый год погода как бы позволяет. Хорнварская лыжня недавно не организовала. Очень хорошо. И чай есть, и горой есть. Людей им долго. Медалями и кубками наградили не только самых быстрых, но и самую юную участницу, трехлетнюю Анну Павлову, и самых взрослых, 80-летних Илью Александрова и Геннадия Еронова. После финиша всех участников и зрителей угостили горячим чаем и ароматной кашей. Галина Титарчук, Игорь Зверев, «Республика». В Чувашском государственном университете имени Ульянова началась студенческая весна. Национальное телевидение стало информационным партнером. Так что все лучшие моменты выступлений можно будет смотреть на нашем канале сразу после новостей по вторникам и пятницам. Первая команда «Ф-3» выступит уже в этот четверг, 15 марта. А последняя сборная трех факультетов – 9 апреля. Лучшие номера попадут в галоконцерт, который состоится 12 апреля. Наш канал покажет не только самые интересные моменты выступлений команд, но и за кулисье главного студенческого фестиваля. Пашка! Пашка! Это все новости на сегодня. Увидимся с вами в эфире национального телевидения «Чуваши». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова